У кого-нибудь из вас есть какие-то физические проблемы? Лодыжки, колени, спина? Или еще что-нибудь? Спина. Моя нога. Лодыжка. Сейчас болит? Нет. У тебя болит спина? Подвинься назад. Выровняйся. Дай я проверю кое-что. Окей, я обещаю, я не причиню тебе боль. Покажи мне свои ноги. Вытяни ноги, я поддержу их. Посмотрите. Подойдите, взгляните. Левая. Вы видите? Вы уже знаете, да? Хорошо, смотрите. Отец, я благодарю тебя. Спасибо за этих удивительных сыновей Авраама. Левая нога, я приказываю тебе расти сейчас же, во имя Иисуса. Реально. Встань и проверь свою спину. У меня здесь болит. Хорошо, смотри. Я был атеистом всю свою жизнь. 13 лет назад в меня стреляли из-за наркотиков. 22 года я был наркоманом, и я услышал голос, который сказал, я взял эти пули на себя. Ты готов жить для меня? Я был в тюрьме, меня выгнали из морской пехоты. Я был плохим парнем. Уже тепло? Сейчас тепло? Да. Вот что случилось. Когда в меня стреляли, я встретился с Богом, но я отправился в реабилитационный центр, и я встретил Иешуа лицом к лицу. Я ненавидел религию, и он изменил мою жизнь навсегда. И поэтому, когда я молюсь, я молюсь во имя Иешуа, потому что я видел, как он исцелил так много людей. Так что я помолюсь за него, и Иисус исцелит его прямо сейчас. Вы готовы? Я обещаю вам. Отец, я благодарю тебя во имя Иешуа. Отец, я благодарю тебя, Царь Славы. Я благодарю тебя прямо сейчас во имя Иисуса. Будь исцелен. Будь исцелен. Проверяй. Хорошо. Кто следующий? Нога сломана? Да. Хорошо. Отец, я благодарю тебя прямо сейчас в могущественное имя Иисуса. Во имя Иешуа. Спасибо, дед, что сломанные кости исцеляются сейчас же. Проверяй. Увидимся. Благословляю вас, ребята. Благословляю вас. Их главный сказал им прекратить. Правда? Да. Все в порядке. Ты не можешь отнять исцеление, ты не можешь отнять чудеса. Итак, теперь им некуда деваться. Им придется выяснить, что только что произошло. Что со мной произошло. Я не верю в то, что только что случилось. Но все же это случилось. Что же мне делать? Думаю, мне надо найти ответ. Иисус, посети их ночное время. Ребята, мы у западной стены. Это часть стены, которая осталась после того, как римляне уничтожили все. Это невероятно. Это так здорово, что можно приехать сюда и быть частью того, что Бог собирается сделать. Прямо там купол скалы. Вы, ребята, видели? Отец святов. Еще там есть мечеть. Хран оккупирован мусульманами. И еврейский народ не может туда прийти и помолиться, иначе они будут окружены мусульманами. Бог любит мусульман. Он любит иудеев. Он любит нас всех. И поэтому очень важно, чтобы мы, как христиане, были полны милосердия и любви. И когда люди выступают против вас, очень важно, чтобы вы являли Иисуса через любовь к брату, который перед вами. Поэтому вы должны быть очень осторожны в том, как мы реагируем. Потому что я наблюдал, как христиане не очень хорошо реагируют, когда к ним приближаются, или когда их упрекают, или преследуют, когда их оскорбляют. Но оскорбление – это не проблема. Твоя война не против плоти и крови. Она против начальств. Ты не воюешь с человеком перед тобой. Если вы посмотрите, то увидите там евреев, которые молятся. Иногда раньше я приходил сюда, и 150-200 евреев сидят там и буквально стенают вопять, чтобы Мессия пришел, вернулся и скупил. И мы должны так явить Мессию, чтобы люди знали правду и истина освободит их. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...